Волга Ушаков Саров. Такое необычное название получил новый стенд, который в этом году появился в городском музее военно-морской славы. А началось его создание с маленькой фотографии, на которой изображен буксир, зимующий на Волге. Ее уникальность в том, что она была сделана в начале 20 века, а на борту парохода крупно написано Саров. Сами понимаете, тогда не было ни поселка, здесь по имени, с названием Саров, ни города. И поэтому было очень удивительно, что когда-то, еще задолго до появления здесь административной единицы, уже в наше советское время, оказывается, ходил по Волге, Вятке и по Каме пароход, буксирный пароход с названием Саров. Сотрудники Саровского музея ВМФ сразу начали собирать материалы об этом пароходе. Поиски шли около двух лет, информации практически не было. Но в этом году удача улыбнулась ценителям истории. Нужные материалы были найдены в Нижегородской академии водного транспорта. Там нам был найден как раз фотоальбом, где наш пароход представлен на ходу, фотографии 1916 года, и он идет на правом борту. Поиски продолжились, и сейчас мы практически имеем всю его биографию, этого корабля, начиная от момента его постройки, от 1895 года до 1918 года, то есть после революции, к сожалению, его биография почему-то исчезла, и пока мы ее не нашли. Поиски информации об этом пароходе помогли специалистам музея найти материалы и по другим малоизвестным буксирам, чья история неразрывно связана с именем адмирала Ушакова. И на стенде «Волга Ушаков-Саров» появилась биография самого сильного буксирного парохода того времени – передедя князь Косокский. Мало того, что его заводчиком был капитан-лейтенант Ушаков. То есть, видите, в то время в Нижнем проживал, оказывается, один из потомков Ушакова, то есть рода Ушаковых. И то есть вот наша следующая задача – найти и, в принципе, этого человека, как он выглядел. Может быть, скранились фотографии. Еще один корабль, представленный на стенде – адмирал Ушаков. Последний из категории колесных. Командовал им капитан Пушкарев. В 1966 году он получил звание Героя Исуса труда. И мы тоже это на этом стенде изобразили. Показали, что вот такие достойные люди руководили вот этими малоизвестными пароходами, но тем не менее, которые очень много внесли не только в грузоперевозки именно речного флота, но и также в историю имени адмирала Федора Ушакова. Познакомиться поближе с историей этих буксирных пароходов может каждый саровчанин. 2 ноября в рамках «Ночи искусств» Музей военно-морской славы откроет свои двери для всех желающих.